Рады представить вашу увазь для человека, которого вы уверены и очень любите, за рулями которого он играет в театре, актер Макулаевского академического художния Российского драматического театра, народный артист Украины Василий Стафичев. Доброго ранку вам. Добрый утро, Николай. Спасибо большое, что вы с нами. Итак, Василий Кеоргиевич, начнем, наверное, все-таки бенефис был недавно, и те зрители, которые успели побывать, кое-что из биографии узнали. Это всегда интересно узнать же, скажем так, то, что скрыто историей. В первую очередь, хотелось бы, наверное, начать еще с детства, потому что родились вы не в Николаеве, и, соответственно, ваша творческая карьера, скажем так, началась еще там, в Черновицкой области, в помещениях ЗАГСа. Что это были за истории? Что это за истории? Что это за стихи для молодожен? Я в школе хорошо читал стихи, и меня взяли попробовать перед молодоженами прочесть. Им понравилось, и я каждую пятницу, каждую субботу меня... На работу, да? Да. Меня забирали из уроков, я приходил, читал, мне это нравилось, все улыбались, дарили конфеты. Это мне понравилось, и я так думаю, почему не стать артистом? Вот так как прививают любовь к сцене. Но на самом деле тогда, я так понимаю, все-таки родилась идея, да, и мысль о том, что можно стать артистом. Появилась, наверное, вот та любовь к аплодисментам, к цветам, подаркам, да, вот то, что все-таки приносит большое удовольствие, когда там после спектакля успеха на сцене зритель аплодирует и искренне смотрит на тебя какими-то счастливыми глазами. С благодарностью за эмоции, которые подарили. Аплодисменты, цветы, это все хорошо, но это очень тяжелый труд, потому что это все кажется так легко, вот вышли, сыграли, там это, а это не спишь ночами, просыпаешься ночью, ты говоришь, господи, я забыл текст. Но на самом деле это приснилось, да, и это очень тяжело, очень тяжело. Вот если мы говорим о таких ночных кошмарах, да, и так далее, первую свою роль, помните? Как к ней готовились, долго ли не спали? Первая роль была у меня в 10-м классе. У нас учитель, учительница французского языка решила поставить спектакль, и я играл там главную роль, комсомольца, жители села прекрасно приняли вот этот спектакль, хотя западная Украина, комсомольцы, там не очень, там, это приветствовалось, но я сыграл хорошо, и... Несколько смотрели кто, а как на игру, да? Да, 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 и первая роль, вот это моя была первая роль. Но вот если говорить о Николаеве, как занесла судьба, скажем так, вас в Николаев, и, соответственно, уже, я так понимаю, 30 лет вы сейчас? Да, больше 30 лет. Дело в том, что по окончании института я играл дипломный спектакль «Мещане» по-голькому, и были из разных театров, и приехали из Москвы, и пригласили меня в Москву. Я говорю, я не умею разговаривать на русском языке. Я говорю, как? Я говорю, так, я западную Украину, я все время на украинском языке разговаривал. И они, и эта мысль, что я должен, могу поработать в Москве, сидела у меня в голове, и после 4 лет работы в Ивановском театре я решил, думаю, пойду я в какой-то русский театр, чтобы научиться русскому языку. И пришел Николаев, и так здесь я остался. Он стал для меня родным городом, театр родной, и прекрасные партнеры мои, спасибо им, всем, и театру, и городу за эту любовь. И я очень люблю этот город, и никогда уже не променяю его ни на что. Вот так, на сцене Николаевского академического художественного русского драматического театра вы сыграли немалое количество ролей, но вот какая запомнилась больше всего? Либо, возможно, очень сложно давалось? Нет, сложно давалось вначале, потому что вот этот русский язык держал меня, и этот акцент, вот это все тяжело было. Но мне помогали, я работал, мне помогали, и постепенно-постепенно все было хорошо. Роли, вот эта банальность такая, это как дети. Они всегда все для меня родные, потому что все, вкладываешь душу в них, свое здоровье. Иногда вот меньше сидишь с родными и близкими, потому что работа. Ну, а роли все, все для меня родные. Вот если мы говорим о театре и вот тот начальный этап, когда вот этот языковой барьер был, кто тогда помогал? Это были какие-то, не знаю, там, учителя по сцене речи, или это все самостоятельно? Нет, это все мне добровольно помогали наши артисты, артистки. Коллеги всегда готовы поставить речо. Да, коллеги, да. Шевченко, Стас, Царство имени небесное, он умер уже, он закончил студию Московского малого театра, он очень со мной много работал. Гончо, Людмила, спасибо ей, ну, все, Соколова, Люда, Толя, Толя, Соколов, все, все мне старались как-то вот это, они понимали, что я вот... Что без этого никогда нужно в этом направлении работать. Мне это нужно было, и я просил их, говорю, ну скажите. И они, слава Богу, спасибо им, что они отвлекались на мои просьбы. В этом году открылся новый сезон, театральный сезон, и, соответственно, на сцене был спектакль, который уже легендарный, и вы, соответственно, актер, который благодаря, наверное, этому спектаклю, благодаря хорошей игре, тоже сделали его легендарным и себя в городе. Это страсти поторчало. Ну, действительно, как бы скромность ваша не играла, но на самом деле так. Если говорим об этом спектакле, если я правильно помню, то некоторое время не играли этот спектакль, не было на сцене, а сейчас его возобновили, правильно? Нет, ну, всегда играли его. Ну, было время, когда мне так говорили администраторы, что сказали немножко его не показывать. Ну, я не знаю, по какой причине, ну, не показывать. Решили подогреть интригу. Да, да. Ну, дело в том, что не только это. Был Шельменко, был прекрасный спектакль по Шалам-Алейхаму, поминальная молитва. Много очень хороших. Ну, вот эта роль. Скажем так, по этой роли вас вспомнят многие зрители, и у меня даже многие люди, которые приезжали на этот спектакль, я их водил специально посмотреть, и были под впечатлением большим. Люди из других городов, которые говорили, да, видели этот спектакль в другом исполнении, то было не то. Здесь вот реально круто. Если говорить об этом спектакле, сколько раз уже считали или не считали? Сколько раз выходили в этом образе на сцену? Не, ну, больше ста раз, конечно. Да, больше. Ну, да. Ну, я очень благодарен всем. Это не первый. Я хотел сделать эксперимент на открытии. Я хотел, чтобы первый акт сыграл первый состав, а второй акт уже это. Ну, тогда зрители бы не поняли, кто не видел спектакль, они бы не поняли, что к чему и кто к чему. Понимаете? И поэтому пришлось отказаться от этого. Но приходят артисты, кто-то уходит, кто-то приходит. Поменялись уже многие там. Ну, остался только я один. Мне очень важно, очень хорошо, что этот спектакль держится на этом уровне таком хорошем. И зрители приходят и благодарят. И мне нравится, что самим артистам это нравится, своим исполнителям. Потому что, если бывают спектакли, когда не нравишься... Играешь лингвы на арбе. Да, вы же понимаете. А тут вот они сами хотят, сами и ждут, когда... Василий Иванович, ну, когда, когда будет спектакль? Я говорю, ну, я ж... От меня ничего не зависит. Как администрация вопроса. Поставят, будет, не поставят. В 2015 год для вас и для ваших зрителей, соответственно, тоже запомнился тем, что вам дали почетное звание Народный артист Украины. Да, как бы там ни было, но самое главное, что действительно заслуженная награда для вас. Но вот 2017 год. Чем запомнился уже, кроме Бенефиса? И как он прошел? Хотелось бы узнать ваши впечатления, потому что многие писали, скажем так, как первые лица города пришли вас поздравить и так далее, писали, потом селфили, все это делали в соцсетях, но ваше впечатление? Как вам? Как зрительство? Ну, первые лица не приходили, конечно, ну, приходили, ну, это так. Ну, почему-то, я не понимаю, я помню, раньше давно приходили и губернаторы на спектакли, и эти городские головы, головы, это, ну, сейчас никто не хочет приходить из первых лиц, только вот Виктория Викторовна, она какой-то очень большой фанат театра, она ваша фанатка, да, да, и она приходит, спасибо ей большое, а так как-то, раньше, вот, например, когда приходил кто-то, новый руководитель, и все в театре, ну, как он относится, любит ли искусство, театр, это, вот тогда лучше нам жилось, а так никто не хочет, что нет, называется, да, понимаете, а 17-й год, ну, что, вот эти, вот эта смена руководства, вот это, это очень мешало работе театра, поэтому, но, как бы там ни было, вот в 17-м году все-таки новый сезон, я так понимаю, что новые спектакли тоже, новые, да, спектакли, мы поставили, мне кажется, очень хороший спектакль, Моисей, очень хороший, и я приглашаю всех посмотреть его, теперь ставится театр по Франко «Украдное счастье», мне кажется, тоже будет, я не могу говорить, потому что это будет реклама, ну, понимаете, но все ждут, на самом деле, я так понимаю, что в этих спектаклях участвуете вы тоже, да, вот так, так что, вот такой он, наш утренний гость, скромный весьма, но талантливый безумный, не могу так только сказать, вам спасибо большое, за то, что вы сегодня к нашу, в нашу студию пришли, на году червец, нашим товарищам, что сьогодні спілкувалися и с актором Миколаевского экономического художня и российского драматического театра, народным артистом Украины Веселем Астофійчуком.